Маша, добрый день. Давай пройдемся по основным вопросам, которые задают женщины перед занятием гимнастикой. Начнем с того, что эта гимнастика женская. Она предназначена для женщин и мужчинам ее делать не рекомендуется. Мы считаем, что она была распространена на славянских землях и иногда ее поэтому называют славянской, но вообще мой опыт многолетний уже, встреча с женщинами, я вижу, что любая женщина любой национальности, любого вероисповедания, любого возраста может заниматься этой гимнастикой и для нее это будет хорошо. Мы не рекомендуем начинать в юном возрасте делать гимнастику, но, скажем, лет с 20-25, если женщина пришла к тому, чтобы заниматься собой, заниматься своим телом и хочет практиковать гимнастику, вот это уже можно. То есть, любая женщина может заняться женской гимнастикой? Любая женщина может заняться женской гимнастикой. В гимнастике всего 27 упражнений и они делятся на три группы, мы их условно называем, эти три группы, верхний, средний и нижний мир. В каждой группе по 9 упражнений, то есть 9 упражнений верхнего мира, 9 упражнений среднего мира и 9 упражнений нижнего мира. Не нужно делать 27 упражнений. Мы про это много пишем, постоянно говорим. И вот сейчас в этом основном опроснике я отдельное внимание этому уделю. Не нужно делать 27 упражнений. Вообще гимнастике не нужно делать много, потому что это практика также энергетическая и может быть так называемый перебор. Ну и кроме того, из нашего опыта, уже многолетнего, женщин, которые занимаются инструкторов, много упражнений делать не только неэффективно, не только может быть вредно, но еще и неэффективно. Потому что при хорошем, глубоком выполнении упражнений это просто невозможно. Возможно сделать 7 упражнений, ну может быть 9 на крайний случай. И поэтому упражнений нужно отобрать просто какие-то свои и делать их 7 или 5 или 9. И вот делать вот эти упражнения. Мы рекомендуем сделать вот такие вот карты. В интернете есть ссылки, их можно распечатать. И просто из этих карт вытянуть, если следовать какой-то общей рекомендации, мы рекомендуем делать 7 упражнений. Значит, вытянуть 2 упражнения верхнего мира, 2 среднего, 2 нижнего и одно еще дополнительное из всей колоды карт, 7. И вот у вас таким образом получается 7 упражнений. И делать их нужно, если вот вы сейчас только приступаете к занятиям, значит, нужно делать эти упражнения до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы их освоили. И когда вы их освоили и уже вам не нужно подглядывать в видеокурс, в описание и так далее, вы можете перетянуть другой комплекс из, опять же, 7 упражнений. Или раньше, или позже. Кто-то делает один и тот же комплекс 3 месяца, год. В среднем раз в месяц можно выбирать новый комплекс и таким образом поступать до тех пор, пока вы выучите все упражнения. А когда вы выучите все упражнения и почувствуете уже такую, скажем, легкую спонтанность в этом, вот тогда можно просто каждый раз, когда вы делаете гимнастику, тянуть 2-3 упражнения или 5 в разнобой. И очень важно еще в начале понимать, что в начале все-таки стоит делать размеренно верхний, средний и нижний мир, чтобы упражнения были равноправны из всех миров. Потому что тело прорабатывается по-разному в разных мирах, энергетика прорабатывается по-разному. А уже затем, когда вы уже освоите все упражнения и почувствуете себя лучше, и тело свое почувствуете лучше, вот тогда можно уже и нужно тянуть упражнения в разнобой. Общая рекомендация делать 4 раза в неделю имеется в виду не реже. Можно делать чаще. То есть мы делаем 7 упражнений 4 раза в неделю. Если хочется делать больше, чаще, то можно делать чаще, но не больше 7 упражнений за раз. То есть можно делать в принципе несколько раз в день, но не больше 7 упражнений, ну может быть 9, и каждое упражнение мы повторяем не больше 3 раз. Так, чтобы это было некое дозированное количество упражнений. То есть у вас получается за раз уходит минут 10. Нет, таких рекомендаций нет. У каждой женщины гимнастика идет по-своему. Кто-то после гимнастики засыпает, а кто-то после гимнастики наоборот очень много сил прибавляется и наоборот не может уснуть. Поэтому первым нужно делать на ночь, а вторым утром, ну и в общем там как-то под себя регулировать. Ну давайте начнем с того, что это гимнастика, это упражнения, это упражнения физические. Для чего делают любые физические упражнения? Для тела, для красоты, для здоровья. Вот для этого и делают эту гимнастику. В мире сейчас очень распространена йога. И люди занимаются и мужчины, и женщины. И вот, наверное, можно эту гимнастику сравнить с йогой. То есть это точно не сравнимо с аэробикой, или с акваэробикой, или с баскетболом. То есть это не спорт, это не такого рода движения. Это скорее больше похоже на йогу. С той отличительной разницей, что эти упражнения именно для женщин, для женского тела, для женской структуры. И тело они делают, если женщина занимается, именно более женственным, более плавным, более красивым. Вот этот вопрос, он очень важный. Для чего делать гимнастику и каких можно ожидать результатов? Ведь понимание, что такое красота, и что такое здоровье, и что такое привлекательность и так далее, оно в принципе, как ни странно, у всех разное. А гимнастика дает результат примерно одинаковый. И он может не совпадать с тем ожиданием, с которым пришла женщина, или с которым пришел муж этой женщины, когда женщина начала заниматься. Итак, я на этот вопрос всегда говорю, в здоровом теле здоровый дух. То есть все-таки мы должны помнить, что гимнастика для тела – это упражнение. То есть женщина занимается, у женщины изменяется форма тела, прокачиваются мышцы, и тело становится здоровее. И, следовательно, в совокупности с этим изменяется мир женщины, в котором она живет, ее мысли, ее какие-то соображения по многим вопросам. Сейчас в современном мире очень модно говорить о том, что такое женственность, как должна выглядеть женственная женщина, что нужно носить юбки, или нужно носить волосы длинные, или распущенные, или с косой, или еще какие-то. В нашей гимнастике это все не имеет отношения, скажем, но гимнастика изменяет женщину в сторону ее большего слышания себя. И если эта женщина хочет ходить с косой, а почему-то по какой-то причине она не могла себе этого позволить раньше, то да, она заплетет косу. Но, возможно, она, наоборот, сострижет свои длинные прекрасные волосы, которые ей надоели за последних 15 лет, как ей с детства их вырастила мама, и будет ходить с короткой мальчишеской стрижкой. То есть, когда вы начнете заниматься, с вами начнут происходить какие-то изменения, и это, скорее всего, они начнут происходить. У вас есть два варианта. Или перестать делать гимнастику, и вернуться к себе прежней, к своему образу жизни прежнему. Или, как часто пишут или говорят, что с появлением гимнастики в жизни появляется некая лавина, которая все смывает, и все сметает, и все изменяет. И вот если вы будете этому следовать и будете слушать себя, то, скорее всего, вы измените и прическу, и одежду, и работу. Возможно, мужа. Возможно, вы захотите родить детей, которых не хотели до этого рожать. Ну, то есть, вот это все может произойти. И я не хочу сказать, что для этого нужно делать гимнастику. Я хочу сказать, что гимнастику нужно делать для здоровья. Но нужно быть готовой к тому, что вот эти все изменения могут с вами произойти или могут начаться в вашей жизни, возможно, вне зависимости от вашего желания. Это очень важно. Очень важно понимать, что это все-таки... В этом отличие гимнастики от аэробики и баскетбола. Баскетбол вас так не изменит, как вас изменит гимнастика. Я всегда говорю, что год гимнастики вы себя не узнаете. И об этом читаете в отзывах. Так пишут очень и очень многие, что действительно через год жизнь изменилась, изменились обстоятельства, изменилась, возможно, страна, место проживания и так далее. И при этом важно понимать, что может и ничего не измениться. Потому что, когда я это говорю и пишу, мне потом кто-то рассказывает, что у меня не изменилось. Ну, да, такое тоже может быть. И еще раз подчеркну, гимнастику нужно делать для здоровья. Для здорового тела. Начну с того, что расскажу про беременных. Вообще, конечно, беременная женщина – это не больная женщина. Поэтому в целом для беременных никаких ограничений нет. Особенно, если беременная теперь женщина раньше уже занималась гимнастикой, до беременности. Тогда она просто продолжает в том же режиме и занимается как ей удобно и комфортно. Если беременная женщина только узнала про гимнастику и хочет заняться, тогда стоит начинать заниматься, скажем, в щадящем режиме. Лучше начать с того, что просто постоять в базовых положениях. И эта же рекомендация относится и к тем, кто имеет проблемы со здоровьем, и к тем, кто, скажем, в возрасте старше 40-50 лет. Значит, вот какая общая рекомендация? Сначала, первые дни просто можно попробовать встать в базовое положение по очереди верхнего, среднего, нижнего мира и постоять буквально 30 секунд. Не нужно стоять долго, постоять чуть-чуть, попробовать в этом положении расслабиться. И вот так вот постоять, может быть, несколько раз в день и попробовать поэкспериментировать с этим несколько дней. И просто посмотреть, будет ли что-то происходить. Если вы будете чувствовать головокружение, тошноту, возможно, какие-то приступы агрессии, возможно, начнут перегорать лампочки, такое тоже бывает, или что-то еще нетипичное, то, к чему вы оказались не готовы, значит, вам стоит продолжать просто стоять в этих базовых положениях несколько дней, возможно, пару недель до тех пор, пока вы почувствуете, что вам комфортно, и вы чувствуете себя хорошо вот просто в этих базовых положениях. Дальше у нас в интернете есть так называемые уроки для начинающих. И там отобраны, вот первый урок, в первый урок отобраны самые легкие упражнения. Если вы чувствуете, что вам стоит начать с щадящего режима, как раз вот тогда начните с этих упражнений. Не нужно делать какие-то сложные, начните с легких и в них обживайтесь, в них чувствуйте себя, как у вас тело, как у вас здоровье. Вот тошнота, она часто бывает, леглоукружение, вот чтобы вы постепенно входили в гимнастику. То есть в этой гимнастике очень важно отслеживать себя, очень важно слушать свое тело. Вам тело будет подсказывать, куда двигаться, в более сложные упражнения, в более легкие упражнения. Это я сейчас говорю про, скажем, больных, то есть людей, у которых есть заболевания или возраст старше, 50-60 лет. Значит, тогда вы делаете базовое положение, вы делаете выброс, и это где-то недели две. И дальше вы по своему самочувствию, по своим ощущениям чувствуете, чувствуете, можно ли вам начинать делать упражнения, или вам еще стоит еще дальше стоять в базовых положениях. Потому что иногда пишут, что вот буквально целый год только стояла в базовых положениях. Такое тоже может быть, и это тоже нормально. И, значит, если вы уже начинаете делать упражнения, начинайте их делать аккуратно. Начинайте делать упражнения, но чувствуйте себя, слушайте себя, слушайте свое тело. И очень желательно, если у вас какой-то диагноз, например, киста, эндометриоз, вот по женской части, или, не знаю, может быть, с кишечником какие-то проблемы, попытайтесь найти выход к инструктору. У нас на форуме, на ресурсах девушки всегда отвечают на вопросы. То есть постарайтесь это делать на связи с кем-то. Не делайте это в одиночестве, потому что может болезнь себя по-разному проявлять, могут быть обострения. Поэтому нужно очень аккуратно и постепенно, я уверена, будет приходить исцеление. Но это работа, это труд.